Добрый день. Я вначале хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Именно сегодня я хочу быть в этот день. 1700 юридин, который я выпускал в кассовом образовании «Первой газеты». Поскольку мне известно, здесь даже есть копия. Ничего страшного. Спасибо большое. И у нас в связи с этим есть хороший повод поговорить о немах. Скажите, вам приходится сталкиваться в своей ежедневной работе. У нас не было возможности только касается образователей Нового года. Поэтому я поздравляю вас с восстанавливающим Новым годом. И вам, и вашим коллективам, и всем тем, кто создал свою судьбу с колесой в России. Все самое доброе. И счастье. И лично буду получать профессиональные результаты большие. Потому что от того, как строится ваша работа, вам зависит моральное состояние общества. Это мы очень хорошо знаем. В этой сфере очень много проблем. Я предлагаю поговорить по всем тем вопросам, которые вас волнуют. Мы постараемся со своими коллегами, я имею в виду себя, и представителями администрации президента. Так же предельно откровенно и предметно обсуждать все вопросы, которые с вами будут поставлены. Любые вопросы, которые у вас волнуют. Мы очень много дискутируем по проблемам свободы кресса. Как вы думаете, вы его на этот счет? Наверное, все-таки мы согласимся с тем, что, несмотря ни на что, перепразивая маркетвена, можно утверждать, что что информация о кончине, словно, пересек, все-таки сильно преувеличена. Именно хотя бы всего того обстоятельства, что многие из вас по-разному оценивают все, что происходит внутри страны и по-разному оценивают наши внешнеполитические инициативы и шаги. И делаете вы это отчас, а может даже очень часто. Весьма остро и фритически власть это проглатывает. И более того, я должен вам сказать, это и полезно для власти любого уровня, поскольку заставляет реагировать на те ошибки, которые у вас иногда и допускают. мы готовы конфликтировать на эту тему со всех сторон ее рассмотреть. Мы очень много и часто говорим о едином экономическом, едином правом пространстве. Это, видимо, уместно будет вспомнить, что в начале этого слова, в начале всего этого слова. Думаю, что, когда мы говорим о единстве российского государства, то без всякого преувеличения можно сказать, что и оно начинается с единства, с ясно формулированной цели и задачи общества. Цели имени государства. В этом смысле единое информационное пространство является первым степеньем для достижения целей объединения государства, для создания целостного и единого государства. И призываю вас на эту тему даже побискутировать. Если закончить в итоге части, хотелось бы только отметить, что единственная или единственная невозможная дискуссия может быть только в сфере распространения противоправных средних правительств. Это, пожалуй, единственный из обретов, который может накладывать и должно накладывать, то, что на деятельность средств массовой информации. Внизу руссков, видимо, нужно будет задать о региональной прессе. И здесь следует сразу же отметить, что в центральных средств массовой информации, к сожалению, очень мало места отводятся жизни регионов. Жизнь регионов отражается только в случае каких-то скандальных событий, особенно при обслуживании политических интересов в ходе региональных компаний. А так, в принципе, государственные прессы почти ничего не говорят о жизни правительства. А провинциальные средства массовой информации, к сожалению, не имеют, наверное, возможности, это не их вина, это, скорее, беда, не имеют возможности достаточно объективно, полно и профессионально отражать ключевые моменты даже деятельности государства, отражать проблемы федерального центра. Так что есть региональный аспект как в деятельности центральной средств массовой информации, так и как бы, как бы, аспект, что ли, отражения на самом деле проблем жительительности страны в региональной инфраисе. Предлагаю на эту тему тоже обратить определенные внимания. Ну и, наконец, очень важная группа вопросов – это вопросы экономической и правовой основ деятельности средств массовой информации. здесь можно поговорить и о наложенной проблематике, о взимании НДС рекламы, об ответственности учредителей средств массовой информации, и собственников средств массовой информации, и о правах трудовых коллективов во всей свободности этих вопросов, этих проблем. Видимо, видимо, неурегулированность в этой сфере приводит к тому, что некоторые здания сегодня в Москве стоят в три, а то и в пять раз решены, чем в других регионах Российской Федерации, в других городах без округа, например, на Российской Федерации. И вот это тот круг вопросов, который я предлагаю сегодня разумеется. Если Вы полагаете, что есть другие проблемы, которые делаются жизненно важными, я и мои коллеги готовы будем на дискуссии на те темы, которые будут Вам принадлежать. Это все, что нужно рассказать в начале, и предлагаю так, как это было ожидать. Я, наверное, на наших встречах очень коротко, но каждому из присутствующих предоставить слово, мы потом все обобщим и реагируем на все, что Вы здесь, пожалуйста, обновляем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!